Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас с вами будет видео по актуальной версии разблокировки загрузчика на телефонах Xiaomi. Делать мы будем на Redmi Note 10 Pro. Друзья, так для чего же вообще надо разблокировать загрузчик? Ну, первое, это для установки root-прав, само собой. Второе, это для того, чтобы вы могли поставить, например, индонезийскую прошивку на наш с вами телефон, который позволит не гугловскими пользоваться звонилкой сообщений, а мюаевскими, или поставить кастомную прошивку, то есть не от разработчиков, а от каких-то частных компаний. И третье, если вы любите экспериментировать с телефончиком, там что-то удалять, какие-то приложения системные туда-сюда, то при разблокировке загрузчика намного легче вывести телефон из состояния кирпича, чем если бы телефон был заблокирован. Ну что же, давайте дальше. Заходим в настройки. Немножечко вниз, Mi Account. Обязательно надо войти в свой Mi Account. Без этого не получится, поэтому если у вас нет еще Mi Account, обязательно заведите и войдите под ним в телефон. Далее, о телефоне. Несколько раз тапаем на версию MIUI, пока не появится надпись, что мы стали разработчиком. Возвращаемся в настройки. Вниз. Расширенные настройки. Вот здесь. Далее выбираем для разработчиков. И проверяем, следующие моменты делаем. Первое. Должно быть включена отладка по USB. Обязательно. Второе. Отладка по USB настройки безопасности. Также должно быть включено. Переходим немножечко вверх. OAM разблокировка. Включаем в обязательном порядке. Вводим графический ключ свой. Включили. И теперь последний момент. Да, ребят, пока не забыл. Обязательно сим-карта должна быть с мобильным интернетом. То есть отключаем Wi-Fi, отключаем Bluetooth, оставляем включенным только мобильный интернет. Видите, надпись у меня сверху 4G появилась. Вот теперь можно что-то делать. Теперь пункт последний у нас нужен. Статус Mi Unlock. Нажимаем на него. Как раз будет здесь все происходить. И читаем. Как раз нормальной работой Mi Unlock требуется доступ. Здесь же написано, что надо отключить Wi-Fi и все прочее. Почитайте. Здесь предупреждения написаны. Здесь мы нажимаем связать аккаунт с Mi устройством. То есть происходит связывание Mi аккаунта с данным устройством. Не пугайтесь. Это такое небольшое продолжительное время происходит. Вот так вот. Все. Устройство связано. Замечательно. Здесь же видите, синим выделена ссылочка. Скачиваем программу отсюда. Ну или берете у меня эту программку в телеграм-канале. Там тоже будет. Называется она Mi Unlock. И с помощью нее уже дальше на компьютере мы с вами начинаем разблокировать загрузчик. После этого, друзья, переходим на компьютер, где нам надо установить программку, которую либо вы скачали, когда делали статус Mi Unlock, либо это скачаете у меня в телеграме непринципиально. Будет такой архивчик. Вы его разархивируете и запускаете файлик. Вот этот Batch Unlock.exe Здесь нам надо войти под своим аккаунтом, под тем же, что и на телефоне. Друзья, теперь нам надо перевести телефон в режим Fastboot. Для этого нажимаем выключить телефон. Только нажимаем перезагрузку. И во время перезагрузки держим кнопку питания вниз. Ну или можете выключить, а потом одновременно в кнопку включения кнопку питания вниз. Я вот так привык, мне так проще. Все. Появилась картиночка Fastboot. Когда телефон вошел в режим Fastboot, берем USB кабель и подключаем телефон к компьютеру. У нас появился серийный номер нашего телефона, кодовое название прошивки. Это Redmi Note 10 Pro. И статус загрузчика в данный момент заблокирован. На всякий случай обновим. То есть это просто обновление информации. И вот теперь нажимаем мы с вами Unlock. Во время разблокировки, друзья, у вас сотрутся с телефона все данные. Вы должны это четко понимать. И мы видим такую надпись. Please unlock 168 hours later. And do not end your account MIUI again. Otherwise you will wait from scratch. То есть, пожалуйста, разблокировка будет возможна спустя 168 часов. В это время не делайте ничего и не добавляйте снова свой MIUI аккаунт. То есть вы как вошли на этом телефоне под MIUI аккаунтом, так и должны на нем провести 168 часов. Если мы с вами это переведем в дни, то это получается у нас с вами 7 дней. То есть 7 дней нам дает время подумать и поразмышлять. Действительно мы этого хотим или нет. Такие правила Xiaomi и раньше вы это никак не сделаете. Поэтому ждем 168 часов и продолжим видео. Друзья, чтобы выйти из режима Fastboot, надо просто подержать долго кнопку питания. Все. Возвращаемся теперь в обычное состояние телефона. Сейчас он перезагрузится. Наша с вами задача неделю не выходить из MIUI аккаунта, не заходить где-то под этим MIUI аккаунтом. В другие телефоны, я имею в виду, там на сайты, конечно же, можно на всякие разные. Не перепривязывать снова аккаунт. То есть просто недельку спокойно подождать и пожить. Ну что ж, друзья, пока на экране шла заставка в течение 7 секунд, у меня прошло уже 7 дней, то есть 168 часов. Снова у нас с вами телефончик перед глазами. Вставлена сим-карта, та же. Из MIUI аккаунта я не выходил, MIUI аккаунт я не перепривязывал. Запущена программка Unlock Tool, та же, из которой мы делали в самом начале. И переводим телефон в режим Fastboot. Нажимаем перезагрузка, перезагрузка. И держим в это время качельку громкости вниз. Либо можете выключить телефон и нажать одновременно кнопку питания и качельку громкости вниз и держать так. Можно и так, и так переходить. Ну что ж, вот мы с вами в режиме Fastboot. После этого USB кабель. Подключаем USB кабель к телефончику. Устройство обнаружилось. Мы с вами заходим в свой аккаунт, в том же, в котором мы были. И опять же нажимаем кнопку Unlock. Идет надпись Unlocking. Ну и все. Как видите, пошла у нас разблокировка загрузчика. Вы можете это видеть на телефоне. Теперь вот здесь появился значок. Видите? Прямо посерединке, прямо под камерой. После разблокировки загрузчика вот эта надпись MIUI может там вплоть до 3-4 минут висеть. Вы не переживайте, что телефон, там с ним что-то случилось. Это в принципе нормально. Но могло и случиться. Так долго еще происходит, потому что в принципе стираются все данные. То есть телефон сейчас возвращается к стандартным заводским настройкам в такое состояние, как он был из коробки. Единственное, что теперь у него будет разблокирован загрузчик. Ну что ж, вот у нас, друзья, с вами надпись MIUI 12.5. Сделали все необходимые настройки для телефона. Ну мы сейчас проверим просто с вами. Ну что ж, друзья, настройка завершена. Ну и давайте зайдем для проверки, все ли у нас с вами хорошо получилось. Переходим в настройки. Идем о телефоне. Несколько раз тыркаем на версию MIUI. Все, мы стали разработчиком. Ой, кнопки, как я отвык от них, а. Расширенные настройки. Затем идем для разработчиков. И внизу находим, находим, находим с вами статус MinLog. Как видите, разблокирован. Все, теперь у вас разблокировка телефона произошла. И вы уже можете сами решать, что дальше вам делать. Устанавливать ли TBRP Recovery. Ставить потом сверху root права. Или просто вы хотите поменять прошивку там на индонезийскую, чтобы у вас была там звонилка и сообщение не от Google, а от MIUI. Либо на китайские прошивки ежедельно уйти. И теперь вы можете делать все, что угодно. О том, как ставить кастомный TBRP Recovery и root права, расскажу обязательно. Там на следующей недельке, наверное, тоже сделаем. Все у нас будет. И вы сможете самостоятельно все сделать. Там ничего сложного нет. Ну что ж, на этом будем заканчивать, друзья. Если видео было полезным, поставьте лайкосы, напишите комментарий. Всех благ, вам удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok